Максим, сложный, напряжённый матч, но всё-таки в чём-то уступили. В чём? Как я уже говорил, наверное, в один гол забили, мало голов забиваем. Наверное, мало моментов создали для того, чтобы выиграть матч. В каких-то моментах выпустили инициативу, возможно, во втором периоде. И дали немножко лишнее пространство, может быть, команде в соперниках. Поэтому нужно забивать просто больше. Можно ли считать этот эпизод с третьей забитой шайбы СК ключевым в этой встрече? Не знаю, ключевой, не ключевой, но как наш вратарь говорит, что и у него была, так и у вратаря. Поэтому понятно, что при счёте 2-1, возможно, игра бы составлялась немножко по-другому. Но ещё раз повторюсь, нужно было забивать просто больше, чем один гол, я думаю. Понятно, что на команду сейчас идёт большое давление со стороны прессы, со стороны разных специалистов, болельщиков. Как с этим справляетесь вообще? Серьёзно, действительно тяжело психологически выходить на матч? Ну да, это наша работа. Помимо прессы, помимо журналистов, помимо фанатов, мы ещё сами друг на друга давим. Потому что мы сами как бы профессионалы, мы сами понимаем, что не имеем права проигрывать столько матчей. И мы понимаем, в каком мы ситуации оказались. Но поверьте, все ребята выкладываются, все стараются на 100%. Просто бывают такие моменты, когда какие-то ошибки совершаются, и где-то не повезло, где-то им повезло, где-то нам нет. Поэтому я думаю, нужно засыпиться за все положительные моменты, которые у нас были в последних матчах, за эти хорошие моменты, которые были, и с хорошим настроем готовиться к следующей игре. Каждая игра у нас на везло. Думается, вот перед перерывом матч со СКА, и, наверное, команда выйдет вообще с бешеным настроем. Ещё раз после перерыва? Перед перерывом сейчас матч со СКА остался, думается, команда выйдет, наверное, с бешеным настроем. С ССКА имеете в виду? С ССКА, да. А, да, ну мы на каждую, я говорю ещё раз повторюсь, мы на каждую игру выходим со 100%. Все отдают все силы, все ложатся, все стараются, все делают всё возможное для победы. Просто я не думаю, что кто-то там халтурит или что-то не дорабатывает. Просто говорю ещё раз повторюсь, мы должны не на 120%, на 150% на момент вкладываться, всё уложить на следующий матч, потому что мы понимаем, что у нас будет перерыв, будет какое-то время, и мы понимаем, что следующий матч очень важен для нас. Продолжение следует...